NiniBot E2 Друзья, кто из вас не знаком с этим брендом, я вам сейчас коротко о нем расскажу. Это американский бренд, созданный в 99-м году, после его китайцы выкупили и с тех пор выпускают моноколеса, небольшие автомобили, в общем много всего и все это электронное. У них отлично получается делать тоже самокаты, они есть бешеные, 65 километров в час разгоняются, вот такие вот самокаты у них есть. А у меня на обзоре NiniBot E2, это одна из самых слабеньких модификаций. Друзья, этот самокат бюджетный, если у вас денег не так много, в районе 30 тысяч рублей, то этот самокат для вас. То есть имейте ввиду, что это бюджетный вариант. Почему китайцы мне отправили такой слабенький самокат, я не знаю, наверное, чтобы я познакомился с этим брендом, потому что ранее о нем я не знал, я думаю, что вы тоже о нем не знали. Это отличный конкурент, к тому же Xiaomi и так далее. Ребят, посмотрите, прочитайте про этот бренд, а я сейчас быстренько, коротко расскажу вам, покажу, что за самокат от NiniBot Subway E2, модель помчали. В такой вот красивой, симпатичной коробочке нам достается данный самокат. Почему-то компания Segway называет свои самокаты скутерами, потому что некоторыми, я говорю, скутеры, они думают, что это а-ля мотоцикл. Но нет, это обычный самокат, но они почему-то это называют скутер, а если правильнее, кик-скутер. Ну что ж, давайте распакуем и посмотрим, как и что там внутри. А я вам так скажу, я недавно делал обзор на самокат от Digma, и там геморрой намного больше, чем вот этого бренда. Соответственно, этот бренд намного лучше и качественнее, чем тот же Digma, потому что там куча болтов надо вкручивать, куча всего делать. Здесь этого ничего не нужно будет делать, сейчас я вам это все покажу. Итак, в коробочке у нас что? Правильно, конечно же, сразу же инструкция и QR-код, чтобы скачать приложение и управлять через телефон этим приложением. Конечно же, зарядка, друзья мои, белая, красивая зарядка в стиле Xiaomi, это молодцы китайцы, это могут, умеют, выглядит все качественно, в отличие от того же Digma, ребят, ну поверьте мне, это просто кайф. Итак, в комплекте переходник для Великобритании, я так понимаю, потому что у них только такие бывают. Далее, еще один переходник, уже для американской розетки, я так понимаю. Ну вот, у какого, объясните мне, у какого бренда в комплекте столько переходников, ну это вообще просто слова меня описать, а вот это уже даже не знаю для какого. Ребят, ну это жесть вообще, тут для всех стран сразу же идет в комплекте все. Вот, собственно, достал, вес выдерживает самокат до 100 килограмм, ребят, имейте ввиду. И он уже готов, понимаете, то есть его даже не нужно собирать. Это очень круто, мне это очень понравилось. Выглядит, посмотрите, как все плавненько, да, так красиво, все так аккуратненько, все в красивых цветах. Вот я, честно, первый раз вижу этот бренд, и я очень доволен. Китайцы, вы не перестаете меня удивлять, я в восторге, ну вообще кайф, я даже не знаю, что сказать. Аккумулятор здесь на 10200 миллиампер, ну как бы, я думаю, что это тоже, если честно, немного, потому что продают сейчас китайцы смартфоны, в которых по 24000 миллиампер батарея. Ну это смартфон, извините меня, это самокат. Можно было засунуть сюда и 30 тысяч, но нет, это же дешевая версия, ребята. Кстати, кому будет интересно, ссылку оставлю в описании, посмотрите, сколько он стоит. Я смотрел, когда снимал это видео, он стоил примерно 400 долларов, нет, да, 400 долларов. Сколько он сейчас будет стоить, не знаю. В комментариях буду ждать от вас вашего мнения, вообще, есть ли у него конкуренту за эту цену, стоит ли он того вообще. Например, я бы отдал предпочтение, возможно, какому-нибудь Xiaomi, но мы же понимаем, что это новый бренд, и он стоит дешевле. То есть, все дело в цене, все мы любим подешевле, поэтому, конечно, если тот же Xiaomi с такими характеристиками стоит на 200 долларов дороже, конечно, мы возьмем NiniBot, потому что он, как я уже прочитал и как я понял, действительно годный аппарат, качество самоката об этом мне тоже говорит. Субтитры сделал DimaTorzok